Всех желающих москвичей бесплатно проверят на 6 видов рака Москва-Россия 12.58.4 февраля 2020 года Всех желающих москвичей бесплатно проверят на 6 видов рака Фото, Евгений Бетов, РИА Новости Департамент здравоохранения города Москвы приглашает жителей города в феврале пройти бесплатную диагностику с 6 видов самых распространенных онкологических заболеваний Об этом ленте.ру рассказали в пресс-службе ведомства Принять участие в обследовании на раннее выявление рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, а также рака толстого кишечника можно будет в 50 городских поликлиниках А провериться на наличие рака кожи москвичи смогут в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах С полным списком всех медицинских учреждений, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения города Москвы Мы уделяем большое внимание профилактике и лечению рака В Москве внедряется единый стандарт онкологической помощи, согласно которому вся необходимая помощь в борьбе с раком будет сконцентрирована в шести многопрофильных центрах на базе крупнейших больниц В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время, отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление Для этого в городе мы проводим различные профилактические мероприятия, в том числе акцию правительства Москвы на ранее выявление шести распространенных видов рака Бесплатный онкоскрининг можно пройти в медицинских учреждениях Москвы Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака, который ежегодно отмечается 4 февраля Для удобства участников акция проводится в выходные дни Так, в поликлиниках горожан ждут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля По субботам врачи будут принимать с 9 до 18 часов, а по воскресеньям с 9 до 16 часов В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 9 до 16 часов В поликлиниках врачи будут принимать пациентов без записи Для того чтобы попасть на прием в Центр дерматовенерологии и косметологии или его филиалы, необходимо предварительно записаться Сделать это можно по телефону, плюс 7, 499, 558, 58, 28 Пройти обследование могут только жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие московский полис ОМС Перед диагностикой пациентам предстоит заполнить анкету и проконсультироваться с врачом Если во время анкоскрининга медики выявят какие-то отклонения, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости на прием к онкологу Посетить врача дерматовенеролога, исследовать родинки и пигментные новообразования кожи в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии или его филиалах смогут москвичи любого возраста Диагностика поможет выявить такие виды онкологических заболеваний кожи, как базально-клеточный рак и меланома Опасность последнего заключается, например, в том, что на начальных стадиях меланома выглядит как обычная родинка Во время диагностики рака легкого сделают рентген органов грудной клетки или цифровую флюорографию Оба метода исследования выявляют заболевания на ранней стадии Пациентов из группы РИСКО, куда входят мужчины и женщины старше 50 лет и со стажем курения более 30 лет, направят на низкодозовую компьютерную томографию Это исследование будут проводить в 10 поликлиниках Ультразвуковое исследование на выявление рака молочной железы проведут москвичкам в возрасте от 18 до 39 лет в 50 поликлиниках города А женщина 40 лет и старше приглашают сделать маммографическое исследование В рамках акции его можно будет пройти в 49 медицинских учреждениях Также женщины старше 18 лет во всех 50 поликлиниках, участвующих в акции, смогут пройти онкоцитологическое исследование мазка и со шейки матки Он помогает выявить рак шейки матки на ранней стадии Мужчинам 45 лет и старше предлагают сдать анализ крови на пса, простатический специфический антиген Исследование нацелено на диагностику признаков рака предстательной железы Повышенный уровень пса может говорить о вероятном развитии рака простаты Мужчинам и женщинам от 40 лет рекомендуют пройти скрининг рака толстого кишечника В рамках которого необходимо сдать анализ кала на скрытую кровь Результаты анализов и обследований можно получить в течение 7 дней в отделении, кабинете, медицинской профилактике поликлиники, где пациент прошел обследование Результаты анализов крови на пса и кала на скрытую кровь пациентам также присылаются на электронную почту Эта услуга доступна зарегистрированным пользователям портала МОС.РУ, которые оформили подписку на рассылку результатов анализов Также эти результаты будут отражены в электронной медицинской карте пациента Доступ к ней на портале МОС.РУ Может получить любой москвич, прикрепленный к столичной поликлинике